Новогодние и рождественские блюда разных стран Новый год это праздник, окутанный волшебством, чудесами и символами. Новогодний стол как раз один из таких символов. Каждое блюдо имеет специальное значение и смысл. Люди в разных странах верят, что особая праздничная еда может принести счастье и удачу в новом году и стараются приготовить традиционное блюдо на стол. И сегодня мы поговорим о блюдах, которые готовят в новогодние праздники в некоторых странах мира. Ведь у каждого народа свои кулинарные традиции. Англия Приход Нового года в Англии возвещает колокол Биг Бена. Бить он начинает немного ранее 12 часов, но не громко, так как колокол укрыт одеялом. Но ровно в полночь одеяло убирают и колокол во всю мощь оповещает о приходе Нового года. Традиционным блюдом на новогодние праздники в Англии считается индейка. Способов приготовления ее много, но чаще всего ее фаршируют или жарят. Подают вместе с овощным гарниром. Правда, на севере Англии вместо индейки чаще всего готовят жареного гуся. Но главным блюдом новогоднего стола является плампудинг. В каждой семье есть свой фирменный рецепт этого десерта, но в основном он делается из хлебных крошек, муки, изюма, яиц, пряностей и сала или сливочного масла. Готовится плампудинг заранее, а перед подачей его поливают ромом или другим спиртным напитком, поджигают и пылающим ставят на стол. У британцев есть интересная традиция. Они открывают задние двери домов перед звоном колокола, а потом открывают входные двери, чтобы впустить Новый год. Аргентина. В этой стране главная новогодняя традиция – это избавление от ненужной документации. Можно увидеть, как из окон жилых домов и офисов выбрасывают старые газеты, журналы, календари, договоры и тому подобное. Поскольку Новый год в Аргентине приходит в самое жаркое время, то праздничный стол обычно накрывают под открытым небом. Традиционно на стол подается запеченная индейка с орехами, мясо буйвола, а также осадо. Это любимое и популярное блюдо в Аргентине, Чили, Боливии, Перу, Парагвае и других странах. Как правило, осадо – это куски говядины, обжаренные на гриле или открытом огне. Самыми популярными салатами являются картофельный и вителло-танато. Вителло-танато – это тонко нарезанная маринованная телятина, приправленная крем-соусом, в состав которого входит тунец. К соусу добавляют лимон, каперсы или майонез. Но ни одно застолье, как и новогоднее, не проходит без бобов. Жители Аргентины даже говорят так – съел боб, преуспел в карьере. Австрия Традиционно в Венской опере 31 декабря и 1 января играют знаменитую оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Также в новогодние праздники проходят венские балы во дворце Хофборг. Подавать к столу птицу в Австрии – дурной знак. Считается, что если на столе будет птица, то счастье может улететь. В праздничную ночь на столе обязательно должен быть молочный поросенок, который, по поверью, приносит удачу. И даже если не хочется, то хотя бы маленький кусочек нужно съесть. Стол украшают фигурками поросят, которые делают из марципана, помадки, теста или шоколада. На столе обязательно присутствует зеленый горошек, чтобы денег было больше. Хрен, чтобы было отличное здоровье. Кроме того, на стол подают блюдо с символом счастья. Это мятное мороженое, украшенное четырехлистным клевером. Эстония В этой стране есть интересная новогодняя примета. Встретить на улице трубочиста с высоким цилиндром и гирей на веревке с ершиком – к счастью. Поэтому в качестве подарка в Эстонии популярна фигурка испачканного сажей трубочиста. На новогоднем эстонском столе главным блюдом считают кровяную колбасу с брусничным вареньем и специальным образом приготовленную квашенную капусту. Также на стол подают холодец, тыквенный салат, печеную картошку, свиной окорок и пряное печенье – пипаркок. Есть у эстонцев интересное правило. Необходимо приготовить и съесть семь, девять или двенадцать блюд. Так как считается, что с каждым приемом пищи силы человека увеличивается, а значит, чем больше, тем лучше. Но нужно обязательно оставить немного еды, как говорят эстонцы, для духов. Швеция У шведов есть забавные традиции на Новый год – это сожжение большого соломенного козла и разбивание посуды о двери соседей или же друзей. Самым главным блюдом праздничного стола является рисовый пудинг. Его готовят с миндалем. Считается, что тому, кому попадется миндаль, будет сопутствовать удача целый год. Вместо миндаля в пудинг могут класть монетки. Обязательно на столе должны быть колбаса, ребрышки, заливные ножки или окорок. Есть традиционное блюдо, которому уже более трех тысяч лет. Это блюдо из тресковых сушеных рыб. Что интересно, это не самая вкусная еда, а больше дань традиции. Мексика Мексиканцы верят, что если в новогоднюю ночь, после того, как начался бой часов, съесть 12 виноградин и загадать желание, то они сбудутся. Важно еще сохранить все косточки. Самым важным блюдом мексиканского праздничного стола является крендель волхвов. Его украшают глазурью, орехами, фигурками царей-чародеев. Это аналог Деда Мороза, только их несколько. Крендель делят между близкими в рождественскую ночь. Самое популярное праздничное блюдо – это тамале. На Новый год вся семья собирается и готовит его. Тамале – это кукурузное тесто, завернутое в кукурузную шелуху или банановые листья. Тамале могут начинять мясом, сыром, овощами и даже перцем чили и многим другим. Из выпечки готовят чаще всего бунуэллос – анисовые печенья, которые поливают сиропом и подают только на глиняных тарелках. Есть традиция, что после того, как печенье съели, тарелку разбивают на много-много осколков, и чем больше осколков, тем больше счастливых дней будет в году. Нидерланды Интересной традицией голландцев является отметить наступление Нового года купанием в Северном море 1 января. Конечно, не каждый житель решается на такое, но порядка 50 тысяч человек делают это ежегодно. Участвуют как взрослые, так и дети, причем не стоит забывать, что температура очень низкая, а из-за холодного ветра ощущается как минусовая. Традиционным праздничным блюдом являются пончики. Их жарят во фритюре и посыпают сахарной пудрой. Готовят их с разными начинками. На столе можно найти много вафель, пряников, печенья, которые выпекают в виде животных, чаще всего коров и свиней. А традиционным напитком является слем. Его делают из горячего молока с несколькими добавками. Это может быть сахар, чай, корица, цедра лимона, мускатный орех, шафран и гвоздика. Греция Как и во многих странах, в Греции принято встречать праздник в кругу семьи или близких друзей. Греки, приходя в гости, кидают камень у порога. Если камень большой, то приговаривают, пусть кошель главы семьи будет так же тяжел, как этот камень. А если маленький, то пусть бельмо на глазу будет таким же маленьким, как этот камень. На столе непременно ставят жареного поросенка с печеной картошкой, а в некоторых регионах вместо поросенка готовят индейку или баранину. Очень много сладостей на праздничном столе у греков. Самое главное блюдо – это василопита. Это пирог из теста с узорами, в который обязательно кладут монетку, которая символизирует удачливость. На столе обязательно присутствуют орехи, фрукты, оливковое масло, овощи. Из выпечки популярны также меломакароны, медовое печенье и курабье – печенье с миндальными орехами. Франция Новый год во Франции, в отличие от Рождества, принято в основном отмечать не дома. Праздничный стол украшают омелой, которая, как считается, приносит удачу. На новогодний стол стараются готовить деликатесы – гусяную печень, запеченного гуся или индейку, лобстеров, омаров, устрицы и многое другое. На сладкое готовят традиционный буш-де-ноэль. Это торт в виде полена. Вариаций его приготовления много, но обычно он готовится из шоколада и кофе. Израиль В этой стране Новый год не отмечают 31 декабря. Еврейский Новый год называется Рош-Ха-Шана и отмечается он в сентябре или октябре. Горькие, кислые и соленые блюда не употребляют на Новый год, как и орехи. Праздничный стол накрывают сладкими блюдами. Израильтяне подслащивают грядущий год обмакиванием в мед праздничной сдобы – халы. Это еврейский хлеб из дрожжевого теста с яйцами. На стол подают также рыбу, обязательно с головой, яблоки, запеченные с медом, гранат и другое. Польша На праздничном столе у поляков обязательно должно быть 12 блюд, но ни одного мясного. Главное блюдо – карп, ведь рыба считается символом благополучия и счастья во многих странах. Пекут поляки на праздники хлебцы в виде животных, а также печенье с медом и орехами, которое называется фофернуха. На стол подают также грибной суп и ячменную кашу с черносливом, а на десерт – шоколадный торт. Италия Итальянцы – шумная и эмоциональная нация. В традициях у них встречать Новый год в красном и избавляться от старых вещей. Это нужно для того, чтобы в жизни появились новые события – люди, вещи. Новогоднее застолье у итальянцев начинается в 9 часов. На стол стараются подать 13 блюд или 5-7. Главные блюда – это чечевица, свинина, орехи, гранат и виноград. Что интересно, 31 декабря итальянцы едят свинные ножки, а вот с наступлением Нового года на стол приносят блюда из свиной головы. Так как свинья медленно, но верно двигается вперед, а вот курицу на стол не подают, в Италии считают, что она движется назад. Обязательно на стол подают жирную и острую свиную колбасу, и хотя бы кусочек ее необходимо съесть. На десерт готовят пандоро, переводится как «золотой хлеб». Эта заранее приготовленная выпечка готовится из муки, сахара, яиц, сливочного масла, какао и дрожжей. Как видно, состав довольно простой, но чтобы приготовить вкусно этот десерт, требуется выдержка и мастерство. Пандоро – самое любимое блюдо у итальянцев. Китай В этой стране нет точной даты прихода Нового года, все зависит от лунного календаря. Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Улицы и дома украшают в красный цвет, китайцы считают, что это помогает отогнать злых духов и приносит удачу. Главное блюдо на новогоднем столе в Китае – это рыба. Ее оставляют на конец трапезы и обязательно немного недоедают. Так как слово «рыба» созвучно со словом «избыток», то эту традицию можно охарактеризовать как пожелание «избытка из года в год». Другие национальные новогодние блюда – это пельмени дзяо-дзы, их принято готовить всей семьей. Весенние рулетики с начинкой из мяса или овощей, клейкий рисовый пирог, отведать который значит пожелать процветания бизнеса и повышения уровня жизни. Его готовят из клейкого риса, сахара, каштанов, китайских фиников и листьев лотоса. Также на столе присутствуют сладкие рисовые шарики, фрукты, такие как мандарины, помело и апельсины и лапша-долголетие. Это длинная лапша, которую не нарезают короткими частями, что символизирует долгие годы жизни того, кто отведает это блюдо. Россия Праздновать Новый год в России принято в кругу семьи, друзей и близких. 31 декабря – день подготовки. Россияне стараются завершить все дела, купить вкусности, нарядить елку, навести порядок дома, хотя многие занимаются этим весь декабрь. Ведь недаром говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Неизменно на стол подают всеми любимый салат оливье, а также селедку под шубой, холодец, картошечку с курицей и мандарины. Каждая хозяйка старается внести и новые блюда, возможно, позаимствованные у зарубежных стран. Новогодний стол обычно богат изобилием, чтобы следующий год встретить сытый, богато и не голодать. Интересно, что салат оливье был придуман французом Люсьеном Оливье, но так как он работал в Москве, где в его ресторане Эрмитаж подавали этот салат, то впоследствии салат стали называть русским. Современный рецепт салата сильно отличается от того, который готовил Люсьен Оливье. В советские годы многие продукты заменили на более доступные. Салат получился совершенно другим, но название осталось тоже. В 23.55 президент Российской Федерации произносит поздравительную речь, а в полночь раздается бой курантов. Многие загадывают желание, а некоторые успевают даже написать желание на бумаге, сжечь его о пепел, растворить в бокале с напитком и выпить его. Так, считают многие, желание точно сбудется. Можно сказать, что в Беларуси празднует Новый год так же, как и в России. Каждая страна имеет свои новогодние традиции и блюда. Люди украшают дома, улицы, общественные места, создают атмосферу праздника, обмениваются подарками, накрывают столы. Каждый с нетерпением ждет этот всеми любимый праздник. Взрослые и дети верят, что в Новый год случаются самые настоящие чудеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова